Я приветствую всех телезрителей программы Культфьюжн. С вами Анна Акуджава. Смотрите нашу программу и будьте в центре культурной жизни вместе с нами. Наконец настали теплые майские дни. Кто хочет действительно отдохнуть с пользой и с наслаждением, ждем вас на 22 этаже ресторана Панорама. Гостей и жителей нашего города ждет незабываемый вид и, конечно же, изысканная кухня. Приходите в ресторан Панорама. С 19 мая стартует показ приключенческого фильма Форсаж 9. Любителей гонок ждет невероятное зрелище. Категория 12+. А с 20 мая жители нашего города смогут посмотреть в киноконцертном зале Панорама мультфильм «Спирит непокорный». Категория 6+. Хочу напомнить, что военный фильм «Девятаев» все еще в прокате. Спешите посмотреть подлинную историю летчика Михаила Девятаева, совершившего невероятный подвиг. Также вы сможете насладиться семейной комедией «Кролик Питер 2». Это продолжение истории маленького и непоседливого кролика по имени Питер, героя знаменитой детской книги. Беатрис, Томас и Крольчата наконец находят общий язык и начинают спокойную и размеренную жизнь за городом. Однако Питеру это совсем не по нраву. Его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на поиски их в большой город. Туда, где его проделки уж точно оценят по достоинству. А для ценителей мелодрам я рекомендую «Иваново счастье». Размышления вахтовика Ивана, который в силу жизненных обстоятельств преодолевает более 9 тысяч километров, чтобы вернуться домой. На своем пути он встречает много интересных людей – военных, студентов, мамочек с детьми, мужчин, женщин, стариков. Меняются пейзажи за окном, часовые пояса, люди. Но остается их историей. Историей о жизни, о любви, надежде и вере. О предстоящих концертах в киноконцертном зале «Панорама» расскажет в следующем сюжете арт-директор Светлана Шепет. Добрый день, дорогие друзья! Совсем недавно отгремели заключительные аккорды нынешнего концертного сезона. На сцене киноконцертного зала «Панорама» с огромным успехом выступили лауреаты премии «Шансон года» Сергей Куренков, Яков Кирсанов и Денис Годицкий. А мы уже живем в преддверии новых встреч и открытий. И я хочу напомнить вам. Киноконцертный зал «Панорама» открыл продажу абонемента на следующий концертный сезон под названием «Музыкотерапия». Последние десятилетия такое понятие, как стресс, стало неотъемлемой частью нашей жизни. Специалисты предлагают ряд эффективных способов борьбы с этим недугом. Одно из них – музыкотерапия. Музыка избавляет от стресса, пробуждает творческие способности и даже облегчает физическое состояние. Именно эти утверждения вошли в основу создания абонемента «Музыкотерапия». Абонемент включает в себя три концерта. Программы концертов подготовили для вас коллективы, которые являются одними из ведущих в своем направлении. Оркестр «Столичный джаз» под управлением Федора Лишкевича. Это своеобразный звуковой джазовый музей, который можно посетить только во время концерта. Репертуар оркестра состоит из ярких произведений в оригинальных аранжировках эпохи свинга, которые на современном языке можно назвать хитами эпохи больших оркестров. Мы встретимся с легендарным кроссовер-ансамблем «Терем-квартет». Ансамбль часто выступают посланником Санкт-Петербурга и поэтому его называют «визитной карточкой города», ставя в один ряд с Эрмитажем, Русским музеем и Мариинским театром. Каждый, кто побывал на концерте «Терем-квартета», уносит с собой частицу счастья, а это и есть главная задача артистов ансамбля. Нам предстоит встреча с прославленным Национальным академическим оркестром народных инструментов России имени Осипова и популярнейшим в своем жанре вокальным триореликтом. До 1 сентября 2021 года стоимость абонемента составляет всего полторы тысячи рублей на любое место. Ну а следующий концертный сезон обещает быть интересным и насыщенным. Нас ждут встречи с уже полюбившимися исполнителями и коллективами, а также новые и яркие открытия. Совсем скоро, уже 9 октября, у нас в гостях советская и российская рок-группа «Калинов мост». Концерт для тех, кто готов сделать шаг на «Калинов мост». Творчество группы привлекает тысячи поклонников тем, что сочетают рок-музыку с влиянием русских народных песен и славянской мифологии. Ну а 23 октября в панораме группа «Лесоповал» Михаила Танича. Продюсер и художественный руководитель группы поэтесса Лидия Николаевна Козлова сказала, стихов Танича, не положенных на музыку, хватит еще на десяток альбомов. Именно благодаря этому не стихает интерес к группе «Лесоповал». 20 ноября по вашим многочисленным просьбам вновь весь вечер нам будет желать счастья московская рок-группа «Цветы», созданная гитаристом и автором песен Стасом Наминым. Песни группы всегда пользовались безумной популярностью. Да что там, многие хиты востребованы и в настоящее время. Также музыкальный осень Твери украсит творческая встреча с народным артистом РСФСР Александром Михайловым, юмористический и супермодный спектакль «Контора» режиссера Сергея Филатова и многое другое. Ну а в новогодние праздники уже стало хорошей приметой посещать мероприятие в лучшем концертном зале города в «Панораме». Спешите приобрести абонемент для себя и своих друзей. Следите за нашими анонсами и уже совсем скоро я раскрою вам все секреты будущего концертного сезона. Заходите на наш сайт panorama.defis.tv.ru, звоните по телефону 300 033 и до встречи в «Панораме». Вы смотрели программу «Культфьюжн». Будьте с нами и до новых встреч!